Всем привет! С вами Евген Хонки Тонг. Это канал Бриолина Маня. И в этом маленьком ролике я вам расскажу, как смыть бриолин. Любой бриолин на петроватумной или какой-нибудь другой основе, который очень сложно смывается. В интернете есть ролики, где ребята говорят, что бриолин нужно смывать мылом или же каким-нибудь там моющим средством, типа фэйри. Сразу скажу, это конечно все уже доработает, но достаточно жестко и не настолько эффективно, как тот способ, который расскажу вам я. Вам понадобится шампунь. У меня вот такой вот шампунь, который одновременно и для тела, и для волос. Вам нужно нанести его на сухие волосы. Не мочите заранее голову. Наносите шампунь на сухие волосы. Много шампуня. И втираете, взбиваете перку, насколько это возможно. Потом добавляете немножечко воды. Просто теплой воды на руки. И вперед, вперед, вперед. Опять взбиваете перу. Несколько раз вот так вот добавляете чуть-чуть воды, пока голова становится мокрая. Далее просто берете горячий душ. Ну, насколько это возможно. Терпеть горячий. Потому что в реале это жир. Жир оставляется в горячей температуре. И смываете шампунь. После того, как вы смыли шампунь, вам нужно нанести на волосы кондиционер или любой там питательный бальзам, маску для волос. В общем, стыбзите это благополучно у своей мамы, девушки, сестры. В общем, у любой особи женского пола, который есть дома. У меня это Натура Сибирика. Вот такая вот штуковина. Питательный бальзам Ту-ва. Очень прекрасно. Размягчает волосы, любые приолины и прочее, прочее, прочее. Наносите его на волосы на 1, 2, 3 минутки. И также смываете теплой водой. Как правило, если вы не мажете совсем там хардкорно много и что-то хардкорно жесткое, все смывается вот после такой процедуры. И если не смылось после шампуня и кондиционера. Блин, просто повторите шампунь. Просто опять намыть и смойте, намыть и смойте. Если опять не помогло, ну, тогда я не знаю. Вы просто вмазали полбанки. И это не смыть никогда. Также, если у вас нет дома кондиционера или питательного бальзама, или маски для волос, или женщины, просто пойдите и купите оливковое масло. Оно также растворяет жир, размягчает волосы. Действует примерно как кондиционер. Единственное, что много его не стоит мазать на волосы, потому что потом будет проблема со смытием самого оливкового масла. Если у вас в стране нет оливкового масла, берете подсолнечное масло, оно тоже работает как кондиционер. Опять-таки, не мажьте слишком много, иначе потом будете долго смывать его. Ну и теперь вы знаете, как смыть бриолин, не прибегая к каким-нибудь хардкорным методам в духе моющего средства для посуды, или там горчицы, или просто какого-то хозяйственного жесткого такого мыла, которого потом... Ба-а-а! Божь как сочащится! Просто шампунь и кондиционер. Помните об этом. Ну а на сегодня все, друзья. С вами был Евген Хонки-Тон. Канал Бриолина Мария. Подписывайтесь на канал, смотрите видео, ставьте лайки, пишите комментарии. Пока-пока, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok